Здравствуйте! У нас сегодня шестая лекция. Тема шестая лекция – теория графа. Множество V, состоящее из вершин, их можно представить в виде точек на плоскости, и множество ребер E, каждая из которых имеет вид EI, равно, допустим, VI, 1 и так далее. Они изображают дугами или направлениями между двумя вершинами, образуют пару G. Которая называется графом. Множество V называется множеством вершин, а E – множеством ребер. Если порядок вершин в ребре EI имеет значение, то граф называется ориентированным графом, сокращенного R-графом. В этом случае дугам графа придется направление, и одну вершину называют началом, а другую – концом. В противном случае граф называется неориентированным, без направления. В дальнейшем, если не указано иное, будем, допустим, считать, что термин «граф» обозначает неориентированный граф. Простой граф не содержит петель и кратных ребер. Простой граф также называют обычным графом. Для отличия от графов с кратными ребрами, графы с кратными ребрами называются мультиграфами. В дальнейшем рассматриваются только конечные графы. Полный граф, например, граф G, равно в скобке VE. Называется полным, если каждая пара его вершин соединена одним ребром, то есть каждая пара вершин смежна. Полный граф обозначается KP, где P равно V в модуле. Количество вершин. Количество ребр равно E, где E равно пустое значение. Называется пустым графом, обозначаемым NM. Связный граф называется связным, если существует путь между любыми двумя вершинами. Граф называется связан тогда и только тогда, когда его множество вершин можно разбить на два непустых подможных. Причем ребра соединяются только вершинами из разных подможных. Свойство связанных графов остается связным, если удалить любое ребро, входящее в цикл. Связанный граф с K вершинами содержит не менее чем K-1 ребер. В любом связном графе любые две максимальные простые цепи имеют хотя бы одну общую вершину. Например, число ребер графа с N вершинами и K компонентами связанности не превышает 1, 2, N-K. Расстояние между двумя вершинами в связном графе называется длина корчащего пути между ними. То есть количество ребер на этом пути, например, в графе G1, изображенном на рисунке 6.1, расстояние от вершины А до вершин D, E и F равно 1, а до вершин B и C – 2. Таким образом, можно посчитать каждый эксцентристетом. Вершины графа называется максимальное расстояние от данной вершины до всех остальных вершин. Для графа G1 эксцентрист вершины А равен 2, то есть ЕА равен 2Е. Эти вершины также имеют такое же количество – 2. Радиус графа – это наименьшее число среди всех вершин, а диаметр наибольший получается эксцентрист. В графе G1 радиус и диаметр совпадают. Таким образом, они равны. Степень вершины графа, степень вершины графа называется количество ребра инцидентов этой вершины. То есть последовательность степени всех вершин графа, упорядоченная по возрастанию или убыванию, называется вектором степени. Например, для графа G1 этот вектор равен 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, да? А для графа G2 на рисунке 6, 2 будет 1, 2, 2, 2, 3. По теореме 6, 2 сумма степеней всех вершин графа равна удвоенному количеству ребр. То есть граф G2, изображенный на рисунке 6, 2, можно изобразить иначе, как на рисунке 6, 3. Чтобы убедиться в этом, вершина А1 на рисунке 6, 2, можно сопоставить вершину А1, А на рисунке 6, 3, А2 вершину Д, А3 вершину Е, А4 вершину Б, А5 вершину С. Таким образом, между вершинами этих графов установлено взаимно однозначное соответствие. Два таких графа называются изоморфными. Векторы степеней изоморфных графов одинаковы. Поэтому обратное утверждение неверное. Например, графа G4 и G5 на рисунке 6, 4 не изоморфны, так как нет цикла длиной 3. В графе G5 существует цикл длиной 3, который равен А1, А2, А3 и так далее. Однако в этих графах векторы степеней одинаковы 2, 2, 2, 2 и 3, 3. Плоский граф называется плоским, если его ребра пересекаются только в вершинах. И граф называется планарным, если его можно изобразить на плоскости на рисунках 6, 3 и 6, 4. Изображены плоские графы, а граф на рисунке 6, 2 является планарным, потому что у него есть изоморфное плоское изображение, соответствующее графу G3. Граф на рисунке 6, 1 не является планарным. Благодарю за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok